МИГ, глава 19, о переезде в Россию. Этот офис, сотрудники, охрана, все здесь были очень добры к нам. Это был долгий день, долгий процесс, но мы рады, что все закончилось. Заявление официально подано, и теперь мы можем идти домой. Кажется, ждать придется три или четыре месяца, да? Кажется, они так сказали. Четыре месяца. Но четыре месяца? Посмотрим. Посмотрим, как быстро все решится. Но заявление уже подано, и мы движемся в этом направлении, и это очень волнительно, очень. И опять же, как я уже говорил, это было бы невозможно без указа президента. Поэтому мы хотим выразить огромную благодарность нашему президенту Путину за то, что он сделал это возможным для нас и для всех вас. Действительно, этому человеку есть за что благодарить. Потому что мне пришлось сдавать языковой тест ВИТА-ВИГИТА и позже тест на гражданство в России. Это совсем не шутка. Если вы совсем не знаете русский язык, вот таблица грамматики. Как видите, окончания меняются у каждого слова. И в зависимости от того, является ли оно мужским, женским или неодушевленным, все они меняются, и все прилагательные тоже должны меняться. Поэтому вы можете подумать, что я просто возьму предложение и, знаете, логически его составлю. Но это не работает, потому что многие логические правила, которые мы используем в английском языке, здесь должны относиться к определенной категории. Но они попадают в эту категорию нелогичным образом. Так, а потом то, что было женским окончанием, внезапно становится мужским, и это мужское окончание, как они показывают здесь, в театре. И я не могу расслышать «а-и-я-и-е», как русским трудно уловить звуки «а-и-я». Когда моя прабабушка переехала из Словакии в Америку, она хотела, чтобы все мальчики говорили с ней по-английски, но она не могла понять слово «шит» простыня. Шит с простыней, и шит с дерьмо. Для нее все эти слова звучали одинаково. И она сказала, как язык может говорить «шит» простыня, и использовать одно и то же слово для «шит», «дерьмо» и «шит» с простыней. Для нее все эти слова звучали одинаково. И она сказала, все, я просто буду учить словацкий. Все в Америке будут учить словацкий язык. И она успешно прожила в Америке до 99 лет, не зная английского языка. И я чувствую то же самое с русским языком. Мне потребовались тысячи лет, чтобы научиться правильно составлять предложения. Но у меня не было тысячи лет. Мне нужно было пройти эти тесты. Давайте посмотрим, что они имеют в виду под тестом Вита Вегита. Когда начинают появляться вопросы, например, какое окончание? Это чит, чит, чит? Вы знаете, нужно выбрать то, что означает «учить». Я хотел сказать «учиться». Ладно, но тогда есть разные варианты, нужно выбрать правильные или с предлогами. Некоторые из них проще, но мы много ходили по музею. Но я, говорящий на английском, просто не понимаю этого. Так же, как русские не понимают фразовые глаголы или не могут с легкостью использовать времена глаголов. Я просто не понимаю. Они не входят в мои предложения. Я понимаю, что это значит. Мы долго ходили по музею и все это обсуждали. И я понял. Ладно, дело не в том, что я не хочу знать правильный ответ. Просто я не могу запомнить эти предлоги. Некоторые люди могут, некоторые очень хорошо справляются, а некоторые нет. Поэтому для этого парня и его семьи, которые просят убежища в России, это огромная помощь, потому что им не нужно проходить языковые тесты. Их дети, несомненно, будут учить русский, когда вырастут в России. Я не собираюсь сходить с ума из-за того, что плохо говорю по-русски. Я все равно буду наслаждаться русским языком. Мне нравится смотреть русские фильмы. Я вполне понимаю контекст. Я могу объяснить, что мне нужно. И дело не в том, что я не хочу. Просто я не помню, как пишется вы или на. Я знаю, что яблоко или груша, но больше ничего не спрашивайте, пожалуйста. И есть еще несколько частей этого теста. Я знаю, что это капуста, яблоки или огурцы. Я могу объяснить, что это фрукты, но не спрашивайте больше, пожалуйста. Вы должны знать законы. Некоторые из них не так уж плохи, например, что является символом Российской Федерации. Но вы должны уметь читать по-русски, конечно. И вы можете ответить на некоторые из этих вопросов. Что такое Россия? Это. Сколько лет работает визовый центр, вы знаете? Три, пять, семь, восемь. Так что если у вас есть какие-то знания русского языка, вы подготовитесь к этому тесту и сможете ответить на большинство вопросов, не так уж и сложно. Но есть и другие вопросы. Затем идут более технические вопросы. Вы знаете про макароны, например. Здесь вам придется использовать логику и знать слова. Это не так уж и сложно, если вы родом из бывшего Советского Союза и знаете русский язык. Но для тех, кто не силен в языках, выучить язык, а потом пройти один из самых сложных языковых тестов в мире, это становится огромной проблемой. Так что опять же это здорово, что этому человеку разрешили не сдавать тест. Вам нужно уметь писать. Вам нужно будет пройти собеседование. Вам нужно будет пройти тест на знание языка. Это разные разделы теста, который я должен был пройти, чтобы получить визу, а потом получить паспорт в России на русском языке, что я думаю было проще. Потому что мне не нужно было сдавать этот раздел. Так что да, этот парень, если вы воспользуетесь этой возможностью приехать в Россию, это здорово, что вам не нужно сдавать. Не то, чтобы вам не нужно было учить язык, но это не то же самое, что американский тест сто лет назад, где нужно ответить на пару вопросов о шестнадцатом президенте, и все готово. В Америке моей бабушке пришлось нелегко. Наконец-то новости из Омска. Там есть наш местный парк. Правительство действительно делает, федеральное правительство действительно делает все возможное, чтобы спорт был доступен в каждом районе, не только в парке, но и рядом с вашим домом. Например, устанавливают тренажеры, новые детские площадки. Пару лет назад там построили новый спортивный центр с бассейном, сауной, баскетбольными площадками и тренажерными залами. А еще там появились новые пешеходные дорожки с освещением. Так что федеральное правительство действительно помогает улучшить районы в России. Это здорово. Глава 19 книги «Переезд в Россию» от Мики Сейбл.